Синьхуа, Китай, спрос слабый, поэтому ожидается, что международные цены на нефть будут сохранять низкую волатильность. Сюэцзинь. Синьхуа, Китай. 13 апреля 2020 года. 12 апреля Сауди Арамча, крупнейшая нефтяная компания в Саудовской Аравии, вновь отложила обнародование майских экспортных цен на нефть, что стало третьей отсрочкой за неделю. По состоянию на 12 апреля из пресс-релиза ясно, что новый раунд переговоров о сокращении добычи нефти вступил в стадию прорыва. Согласно предварительной договоренности, достигнутой ОПЕК плюс несколько дней назад, в соответствии с первой частью плана, будет реализовано сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако аналитики полагают, что поскольку это снижение производства все еще меньше и снижение спроса, поэтому разрыв между спросом и предложением по-прежнему будет существовать. Кроме того, в последние дни все более становится заметным, что мировые нефтяные хранилища близки к полному заполнению, поэтому цены на нефть будут продолжать сохранять низкую волатильность. Ограниченное пространство для хранения нефти по оценкам S&P Global Plats, мировая резервная емкость для хранения сырой нефти, нефтепродуктов и жиженного природного газа составляет 1,4 миллиарда баррелей, из которых максимальная емкость для хранения на суше составляет около миллиарда баррелей, а для морского хранения – около 400 миллионов баррелей. По предварительным прогнозам, к концу этого месяца мировые запасы нефти достигнут 1,3 миллиарда баррелей. Многие инсайдеры отрасли подтвердили журналистам Чиносе Чурити и Сьяурнал, что в мире действительно весьма напряженная обстановка, при которой обнаруживается нехватка места для хранения энергоресурсов. «Избыток сырой нефти приведет к тому, что глобальная вместимость наземных резервуаров достигнет своего предела, и запасы сравнительно дорогой морской нефти также будут непрерывно расти», – сказал Юань Минуты, аналитик по сырой нефти в исследовательском институте фьючерсов Наньхуа. «Ограниченность вместимости нефтяных резервуаров также будет стимулировать нефтедобывающие страны снижать добычу, поскольку им будет негде хранить эту нефть». Ван Сяя, директор по исследованиям сырой нефти в ГОАТ и Унан Футурес, отметил, «Крупнейшие в мире нефтедобывающие страны и страны-импортеры уже практически полностью заполнили нефтяные хранилища, поэтому наблюдается состояние, когда неполное нефтехранилище тяжело найти». В Соединенных Штатах уже есть районы, где используются автоцистерны или даже трубопроводы для хранения нефти. Во всем мире наблюдается резкое сокращение доступных нефтехранилищ. Слабый спрос несколько дней назад страны ОПЕК плюс достигли предварительного соглашения не увеличивать, а снижать добычу. Отчасти причина в том, что это сокращение производства может лишь гарантировать, что не будет переполнения нефтяных хранилищ, однако не может гарантировать рост цен на нефть, подчеркнул Ван Сяя. Ван Сяя также считает, что цены на нефть будут сохранять низкую волатильность, но нельзя исключать повторного падения цен. Хотя сокращение объемов производства вызывает положительный эффект, но из-за коронавирусной эпидемии спрос на сырую нефть быстро падает, при этом темпы падения намного быстрее, чем согласованные в настоящее время темпы сокращения добычи. Разрыв между спросом и предложением все еще существует. В сочетании с огромным давлением нефтяных запасов, даже если сейчас глобальную пандемию возьмут под контроль, потребуется много времени, чтобы использовать всю нефть, накопленную в хранилищах. Гай Шан, директор по фьючерсам в исследовательском институте ценных бумаг АИ Тонг, сказал, что для определения будущих цен на нефть нужно учитывать три фактора. Спрос на нефть, влияние эпидемии на мировую экономику и результаты переговоров ОПЕК Плюс с Россией. В краткосрочной перспективе эпидемия снизит мировой спрос на сырую нефть во втором квартале 2020 года до 15 миллионов баррелей в сутки, тогда как первый раунд сокращения добычи составит всего 10 миллионов баррелей в сутки, поэтому во втором квартале года цены на нефть будут продолжать находиться под давлением. Кроме того, соглашение о сокращении добычи еще не вступило в силу, поэтому в краткосрочной перспективе нефтяной рынок все еще может столкнуться с риском повторения значительных колебаний цен на нефть. Однако в долгосрочной перспективе, если в апреле будет наблюдаться пик эпидемии, и после этого ситуация не будет ухудшаться, а соглашение о сокращении добычи будет строго соблюдаться всеми странами, тогда в этом году цен на нефть будет мощная движущая сила для роста. Можно будет ожидать, что цена установится на уровне 30-40 долларов за баррель, и нынешний промежуток времени, когда цена ниже 20 долларов за баррель, будет коротким, сказал Гайошан. При скупке резко упавших акций нужно быть предельно осторожным цены на нефть колеблются на очень низком уровне, что заставляет многих участников рынка видеть в этом хорошую возможность для ловли у дна. Юань Минута отметил, что с точки зрения абсолютной стоимости нынешняя мировая цена на нефть находится на историческом минимуме. Тем не менее текущие риски на мировом нефтяном рынке являются относительно высокими. Инвесторам, практикующим ловлю акцию дна, нужно защититься от этих рисков. Они должны скупать резко упавшие акции путем надлежащей ликвидации и медленного открытия позиций. Ван Сея подчеркнул, что для ловли акцию дна нужно мыслить рационально. Долгое время прибыли от хранения основных товаров равна нулю, а текущие колебания цен на сырую нефть в большей степени зависят от игр разных стран. С точки зрения инвестиций нынешняя доходность совершенно неопределенная. Он также добавил, что текущая кривая цен на сырую нефть является типичным примером кривой, близкой к низкому уровню и далекой от высокого. В этом случае издержки обмена очень высоки, и не факт, что ловлю дна приведет к желаемому доходу. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.